так мы проехали гудауту едем обратно мы хотели конечно здесь сегодня искупаться но время уже по российскому пол пятого мы не будем я думаю искупаться мы едем просто посмотрим на пляж на море едем в гагру и зайдем ресторан гагрибс потому что мы тут тоже планировали это как отдельное экскурсионное место а вот смотрите мы проезжали мало вам засняли посмотреть какие платаны здесь вот там дальше будет прямо здоровый здоровый вековые вот например посмотрите с правой стороны какие деревья здоровые я представляю сколько им лет то есть на красота наверное запах от них вообще обалденный есть такая хорошая аллея да деревья старые большие и корова куда без них конечно вот кстати старые брошенные дома которые были брошены после войны здесь таких очень очень много люди убежали и оставили все но тоже прошло почти 30 лет и естественно там уже даже окна все убивали заселяться никто в эти дома почему-то принципиально а заселяться у них прям да это вот по принципиально нельзя это вон дом вон вон и причем рядом живут люди а он вот может один среди брошенный среди жилых стоять называется бар так потому что нет камер нет полицейских которые вот это было всего пресекать на самом деле это небезопасно когда вы путешествуете в этой стране что ребята вот посмотрите в каком состоянии у них многоэтажный многоквартирный фонд наверное если по его верхнем вот этим этажам посмотреть станет понятно что там даже окон нет да и между прочим это уже давно видно что кто-то окна там застеклил кто-то поменял но в целом все печально так ну все мы в гагре вот здесь такой парк вроде приморский он называется сейчас мы через него пройдем к морю посмотрим пляж машину мы оставили прямо дороге все тут так оставляют смотри какой здесь парк фонтанчик сейчас выйдем на набережную вон там кафешка при прибрежная полная вот лаврушечка растет целый грядой кому надо на суп можно нарвать пахнет бутылка вина там продается вино паска и мы вот сюда подходим ресторан 1903 году был открыт это ему 120 лет следующем году будет так вот такое интересное меню здесь смотрите старинном стиле цены надо показать наверное да кому то будет интересно так здесь как он сказал здесь депозит депозитная система оплаты до обязательно заказ полторы тысячи человека дети маленькие не как а для маши все процентов ну вот первые блюда ухо царской 800 суп-пюре грибной 400 тыквенный крем-суп 400 вот он я вам есть 750 рублей ага горячие рыбные блюда так начать цену форель холодные абхазские закуски горячие мясные блюда стейк рыбай 2 500 куриное филе с овощами 680 стейк бекон 900 я думаю что да конечно в общем сейчас что-нибудь накажем немножко сниму интерьер потому что здесь экскурсии запрещены может быть и снимать не очень разрешено но она выглядит столы и стулья а вон выход на террасу для курящих да надо выйти посмотреть так я вот сегодня показала карту с напитками вот кофе по такой цене здесь есть безалкогольные коктейли вы соки вода там и вот алкоголь вот алкогольные коктейли по таким ценам дальше что кому интересно вот водка водка по таким ценам вина игристые вина бутылка 700 рублей абхазская винод недорого вот например об сны да там что вот бутылка 700 рублей москвичам вообще здесь будет хорошо день рождения тоже недорого так что коньяк еще может быть коньяк показать виски на заказ на полу вот такой вид открывается с веранды ресторана мы вышли но здесь наверное для курящие так понимаю пепельницы стоят просто посидеть покурить на что столов я так понимаю здесь нет так нам принесли наш заказ салат принца альденбургского золотой цыпленок салат с розбифом это говядина по абхазски и детям фри и курица сочного сочным соусом типа наггет так ребят мы двигаемся сейчас как раз по гаграм обратно уже видите как стало темно давайте подрезюмируем ну не только наше путешествие наш поход вот в этот замечательный ресторан который считается наверное я так понимаю что лучший из тех ресторан которые здесь есть но он во первых старый он знаменитый наверное хотя бы поэтому он лучший вот не знаю как по поводу кухни может быть еще есть какие-то знаменитые рестораны вкусной кухни но честно говоря здесь кухня но я бы сказала на четверочку а я бы на три звезды бы ему дал и по обслуживанию две звезды потому что нам приходилось так сказать звать этого официанта чуть ли не вставать со стола руками махать руками махать ждать пока уберут стол то есть пока вот полностью сегодня съели то есть никто не подошел там не убрал никаких салфеток тарелок еще же вот просто то есть видимо но видно что уровень сервиса он конкретно на там ну максимум 33 звезды до из 5 так сказать вот хотя он красивый интересный вид там классный и полностью забитый зал то есть видно что люди ну как бы стремятся сходить туда то есть может быть это часть истории тогда но во первых сейчас воскресенье сегодня туристический сезон как бы еще не закончился поэтому конечно он полный я думаю что такое там не постоянно может быть ну как бы вот то что мы посетили свои эмоции это и рассказываем что касается вообще поездки в абхазии да лично моем не то есть сервиса здесь особо вообще нету страна конечно красивая природа конечно изумительная есть места очень красивые море все остальное то есть вот не застроена то есть вообще неплохо конечно но есть одно но это безопасность это в первую очередь да то есть ну по крайней мере никогда здесь себя не чувствовал безопасности для меня это как бы это важно даже когда за границу еду все-таки я как бы за уровнем безопасности для меня это очевидный критерий по выбору отдыха да тем более семьей напишите в комментариях как файл вы считаете ну и марин твое мнение ну да границу сейчас перейдешь и будет немножко такое облегчение вот конечно вот видите вот что это нормально сплошные точно все тут особо то говорить нечего ну здесь конечно и плюсы тоже и минусы наверно как везде да и так как мы все люди разные то для кого-то плюсов больше для кого-то минусов но я не буду рассказывать что-то каждый для себя все равно сам решает но мне вот такой поездки даже раз в год на один день даже если предлагал поехать с ночевкой там допустим вчера уехать и остаться здесь ночевать мне достаточно планировали еще здесь покупаться потому что море здесь конечно классная вот но у нас по времени вот мы не укладываем все время 7 часов и российская 7 часов мы уже едем в сторону границы плюс пока мы перейдем там тоже неизвестно какая обстановка да ну в общем завтра понедельник рабочий день поэтому многие сочинцы конечно сюда приезжают за природой завод релаксом так сказать в тишине подальше от городской вот этой суеты конечно здесь находят для себя какие-то большие плюсы вот в общем ребята если понравилось видео пишите в комментариях подписывайтесь на канал вот ждите следующих каких-то видео всем удачи хорошего настроения отдыха пока пока